Всем привет! Вы на канале Захотеть похудеть и здесь я делюсь моим опытом похудения на 30 килограмм. И снова всем приветики! Сегодня хочу с вами поделиться тремя очень простыми способами сброса веса, которые являются, наверное, самыми эффективными в борьбе с потерей лишних килограммов. Буквально вчера или позавчера получила комментарий от своей зрительницы, которая меня попросила рассказать, что нужно делать для того, чтобы вес стал снижаться. У нее вес небольшой, как она написала, 60 килограмм, но тем не менее ест два раза в день, но тем не менее вес не уходит. Начать хочу с метода. Этим методом даже пользуются в клиниках, специализированных клиниках, которые наблюдают людей с очень большим весом. И это самый простой, но, на мой взгляд, наиболее эффективный способ, который может использовать каждый из вас дома. Это дробное, раздельное питание. Конечно, может быть, сейчас кто-то скажет, ой, мы все это знаем, и это нам совсем не интересно. Но я уверена, что многие из вас не знают главного. Дробное питание подразумевается не просто, что вы едите дробно 5-6 раз в день, но самый главный нюанс, который действительно работает при дробном питании, это раздельное питание. Что под этим подразумевается? Если вы начинаете свой день, завтрак, к примеру, с каши, возьмем, давайте, овсянку. Овсяная каша, она должна быть приготовлена на воде, и ее нельзя смешивать ни с сухофруктами, ни с творожком, ни готовить ее на молоке, ни добавлять ни мед, ни сахар, ни какой сироп. То есть, каждый прием пищи должен быть отдельным. Если это сложные углеводы, то это только сложные углеводы, приготовленные на воде. Если это мясо или рыба, то, естественно, не жареные, а приготовленные на пару, запеченные или протушенные, но отваренные, но ни в коем случае вы их не сочетаете ни со сложными углеводами, ни с фруктами, ни с овощами, ни тем более с хлебом. И ужин, соответственно, такой же. Питание в такой день должно быть не менее 6 раз. Порция должна составлять от 150, максимально 200 грамм за один прием пищи. Воды нужно пить не менее 2 литров. Кофе, черный чай в эти дни категорически запрещены. Сейчас я приведу пример. Возможно, кто-то решит воспользоваться именно вот этим способом. Я о двух следующих расскажу немножко позже. И забегу немного наперед. Даже через неделю вот такого питания, когда вы встанете на весы, вы не поверите своим глазам. Если питаться где-то примерно месяц, именно вот так вот дробно и на раздельном питании, вес уходит от 8 до 10 килограмм. Особенно, ну если кто полный, 100 килограмм, если у человека вот такой 95-100 килограмм, 10 килограмм за месяц уходит. Даже вы не заметите как. Итак, если на завтрак у вас будет каша, то примерно перерывы между приемами пищи должны составлять час-полтора. Это для того, чтобы уровень инсулина был на одной отметочке. Это первое. И второе. Чем чаще мы едим и небольшими порциями, таким образом мы разгоняем метаболизм. Начинаем с завтрака. Каша это может быть отваренная на воде, приготовленная на воде. Через час-через полтора это может быть порция фруктов. Тоже порция должна составлять 150-200 грамм. Конечно же, в фруктах это не должно быть 150 грамм винограда. Вы это прекрасно понимаете. Не должно быть 150 грамм только одного банана. Вы можете в эту порцию добавить примерно 50 грамм банана. Можно взять яблоко. Яблоко можно брать и 100, и даже больше. Но такие вот продукты, фрукты вернее, которые содержат очень много сахара, желательно, чтобы они были в самой маленькой пропорции. То есть, не более 50 грамм. Яблоки, груши, грейпфрут, апельсин, мандарин, киви, ананас, конечно, можно брать в большей пропорции. Затем на обеденное время лучше всего употреблять протеиновую пищу и именно мясную пищу, потому что рыба, она усваивается, перерабатывается легче, быстрее. И ее, как и яйца, лучше отложить на ужин. И перед ужином, и перед обедом, вот в этом промежутке через полтора часа, должна быть порция овощей. То есть, сложные углеводы или молочные продукты, мы тоже их ни с чем не совмещаем. Если вы берете порцию творога, вот, к примеру, 100 грамм творога, и можете взять 50-60 грамм натурального йогурта без наполнителя, без сахара, без сахарозаменителя. Также можно выпить стакан ряженки и добавить немножко меньше творога или съесть йогурт вот такой пропорции. Вместо фруктов можно готовить смузи, как фруктовые, так и овощные. Но, опять же, порция смузи не должна быть там 300 грамм, 400 грамм. Она тоже должна быть в небольшом объеме. То есть, максимально 200 миллилитров. Вот такой вот стакан, если вы приготовите. В эти дни желательно не употреблять жесткую клетчатку, такую, как овсяные отруби или же какие-то грубые овощи, потому что овощи тоже содержат клетчатку. Многие считают, что если я съем тарелку салата щетка, где будет и капуста, и морковь тертая, и свекла тертая, то это, конечно же, очистит мой организм. Это хорошо для чистки. Но, когда вы переходите на дробное питание, порция овощей, если вы берете тертую морковь, то не сочетайте ее со свеклой, потому что и там, и там содержится сахар. И если вы берете два овоща, которые содержат очень много сахара, то, конечно же, процесс похудения, он будет, но медленный. В этот период лучше отказаться от бобовых, в них много крахмала, от кукурузы и от картофеля. Можно использовать кабачки, можно использовать баклажаны, можно использовать пекинскую капусту, брокколи, цветную капусту. В общем, овощи, которые низкокалорийные, и которые очень легко перевариваются нашим организмом. Затем, второй способ. Это подойдет для людей, которые привыкли вести активный образ жизни. Питание идет в такие дни тоже, я говорю, примерно на неделю, там вы уже сами будете решать, использовать этот метод, не использовать и на какой период. Питание в эти дни должно быть не менее 1500 килокалорий. Разрешается все, но, опять же, вот в этих вот рамках, не 2000, не 2500, на 1500 килокалорий. И ежедневно нужно включать 40-минутную, опять же, акцентирую, что время тренировки должно быть не менее 40 минут, потому что за 30 минут мы разогреваем наши мышцы, и 10 минут, в принципе, достаточно. Это немного, но если хотите более интенсивно похудеть, то тренировка должна быть часовой, если уж так уж откровенно говорить. Но, опять же, у каждого есть заботы, хлопоты, нет времени, как всегда. Кто-то не любит долго заниматься, и поэтому 40 минут, это такое вот, ну, как бы среднее время для того, чтобы разогреть наши мышцы и дать им возможность тратить энергию. Потому что я уже говорила в своих прошлых сюжетах, что натренированные, проработанные мышцы в течение трех часов после тренировки продолжают сжигать килокалории. И поэтому, как бы, спорт, он должен идти в комплексе с диетой. Даже если вы не очень любите заниматься, хотя бы два раза в неделю включите спортивные занятия, те, которые вам нравятся. Это может быть плавание, это может быть пилатес, это может быть какая-то аэробика. Сейчас очень много и прыжки различные, и танцевальная аэробика. Ну, в общем, все, что вам нравится. Самое главное, чтобы тот спорт, вид спорта, физической активности, которую вы выберете, он не был вам в тягость. Потому что, если вот один человек не любит заниматься йогой, йога – это плавные, дыхательные упражнения, которые прорабатывают все тело. И человеку нудно. Есть люди, которые вот обожают зубу. Они идут, им надо напрыгаться, и как аэробика, нужно натанцеваться, нужно вот этот весь, всю энергию, как бы выплеснуть. И такие вот, ну, как бы, упражнения, как бодифлекс, как йога, как пилатес, это не для них. Поэтому выбирайте спортивное занятие, которое вам по душе. И таким образом, в течение недели 40-минутная тренировка, она вам очень хорошо поможет сбросить вес практически без наличия определенной диеты. Чтобы полторы тысячи килокалорий вполне достаточно нашему организму, чтобы насытить его, и чтобы была стопроцентная работоспособность всех наших органов дыхательной системы и прочих. Поэтому, как бы, второй способ, он больше подходит для людей, которые не очень любят диету, но любят активный образ жизни. И третий способ, этот способ я использую сама, это когда мне вес останавливается, и мне нужно похудеть, потому что я вижу, что вес, он скачет в любом случае, как-то мне крути. Мы женщины, у нас приходят критические дни, бывают какие-то там задержка воды летом, особенно, когда жарко, или когда-то после болезни. И женщины, они как-то больше подвержены тому, скачкам веса. Мужчины, они там, ну, если там плюс-минус один килограмм, у нас может колебаться от трех до пяти килограмм, что как вот приходят ко мне клиенты, приходят письма от подписчиков, и многие женщины, жалуются на то, что не пойму, что как бы не так много я и добавила в свой рацион, но у меня на весах плюс пять килограмм, что произошло, что я делаю не так. У меня сразу первый вопрос, критические дни, когда, и, естественно, самое такое простое, простое объяснение набору веса перед критическими днями у женщин, это задержка жидкости в организме, и когда я хочу сбросить вес, и он у меня не двигается, то я первое, устраиваю загрузочный день, потому что мой организм таким образом дает мне сигнал, что ты меня слишком ужимала, поэтому я решил как бы сохранять все, что ты там мне в небольшой период дала, и не хочу я с этим расставаться. Так вот, я делаю один день, где я употребляю больше, чем 1500 килокалорий, 1700, 1800, в этот день я могу съесть даже сдобную булочку, или какой-то бутерброд с медом, кусочек небольшой торта, могу съесть какую-то такую пищу, ну, ту, которую, в принципе, я не ем, ну, опять же, если говорить честно и откровенно, на моем столе нет копченой колбасы, на моем столе нет жирного мяса, нет какого-то там сливочного масла, и в пюре, и на бутерброде, и везде, и всю, там сгущенное молоко, или какие-то там пряники, пироженки, которые там продаются в магазинах, но, тем не менее, я могу съесть зефир, нормальный, с сахаром, я могу добавить, опять же, в свой рацион мед, или какие-то там семечки подсолнечника, или тыквенные семечки, в общем, что-то как-то разнообразить, чтобы и по калорийности день был загружен больше, и пища, чтобы была отличная от той, которую мой организм привык получать на протяжении длительного времени. Затем, после такого дня, я устраиваю белковый день. Что значит белковый день? Это не значит, что завтрак, обед и ужин, это должна быть там куриная грудка, или там рыбка на пару. В этот день я готовлю омлет, но, опять же, омлет у меня или со шпинатом, или с грибами, или со стручковой фасолью. В этот белковый день также исключено кофе и черный чай, это такие напитки, которые обладают ярко выраженным мочегонным эффектом и, соответственно, в такие дни это не очень хорошо, так как белок, он уже выгоняет воду из организма. Если мы еще будем потреблять напитки, которые выгоняют воду из организма, то может получиться обратный эффект. Вы за этот белковый день не потеряете вес, а за счет воды, которая в нем задержится, можете его набрать. Как бы там ни звучало это странно, что мочегонные напитки и вода задержится, но тем не менее наш организм реагирует с точностью до наоборот. Когда что-то выгоняется больше, он старается всеми силами вот это что-то себе задержать. Поэтому ко всему нужно подходить адекватно, рационально. и если мы включаем один продукт, который способствует выгону воды из организма, то есть белок, то нужно исключить напитки, которые также этому помогают. То есть лучше пить или травяной чай, или же морс, или же обычную чистую воду. Затем после белкового дня у меня идет 2-3 дня на супах. Это не обязательно должны быть супы, суп-пюре на овощном бульоне. Это может быть и борщ, но опять же без свеклы, без сметаны, приготовленной на курином бульоне. Конечно же может быть и овощной суп какой-то, может быть обычный суп на куриной грудке с вермишелью, с гречневой кашей, с рисом, но в течение 2-3 дней на моем столе присутствует только жидкая легкая пища. От хлеба я не отказываюсь в эти дни, я съедаю, на завтрак я не ем, но завтрак конечно же не суп, а то подумайте, что я и завтракаю супом. На завтрак у меня что-то такое легкое, это может быть или творожок или какой-то легкий омлет, или йогурт с фруктами, но не суп. Это что часто вот я так скажу и как бы я-то знаю, не озвучиваю и потом в комментариях получаю, Лиля, вот на завтрак тоже там надо это, нет, нет, на завтрак нужно что-то легкое, но низкокалорийное, но не чтобы эта пища легко переваривалась, чтобы это не было там, ну, к примеру, там, куриная грудка или там ветчина куриная или что-то такое, ну, то, что переваривается дольше. завтрак легкий и обед и ужин у меня идут на супах. И после вот этого вот загрузочный белковый трехдневный суповой проходит пять дней и шестой, седьмой день я возвращаюсь к тому питанию. Тот, кто меня смотрит давно, вы знаете, что я уже несколько лет нахожусь на интервальном голодании восемь на шестнадцать и как бы и белковые и суповые дни у меня тоже проходят в пищевых вот, ну, вот это пищевое окно, как оно называется, в рамках с десяти до восемнадцати вечера, как бы, я не нарушаю, я не ем суп в десять вечера, у меня все, как говорится, по графику. И потом я перехожу опять на свою калорийность, она у меня в обычные дни тысяча двести тысяча триста, ну, максимально тысяча четыреста килокалорий в загрузочный день, как я уже сказала, тысячу пятьсот, тысячу шестьсот, тысячу семьсот, все зависит от того, что я включаю в свой рацион. И после вот этого, вот этих дней, у меня начинает вес снижаться, несмотря на то, что, как бы, я уже начинаю питаться нормально, той же пищей, которую привык получать мой организм, но снижение веса, вот, смотришь, становишься на весы, и удивляешься даже, что вот, в принципе, ты же, если ела супы, и у тебя там был сброс веса шестьсот грамм, и здесь ты опять на своем обычном режиме, и у меня в день может и восемьсот грамм уйти, поэтому есть вот такие вот очень простые нюансы, о которых может кто-то не задумывается, может кто-то знал, да забыл, может кто-то даже не знал, мне будет очень приятно, если эта информация вам поможет, опять же, хочу поблагодарить, за то, что задаете вопросы, ну, с моей стороны, мне кажется, что я уже и про это рассказывала, и про то рассказывала, но тем не менее, есть такие вещи, о которых было или вскользь сказано, или там какой-то кусочек в определенном сюжете, но чтобы вот так вот раскрывать тему, девочки, не стесняйтесь, пишите, я с удовольствием буду делиться, как и своим опытом похудения и удержания веса, так и могу вам дать советы, уже как бы с профессиональной точки зрения, как диетолог, консультант, всем желаю эффективного похудения, прекрасного предновогоднего настроения, ну и конечно же встретимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok